Уверенные в себе фрилансеры с профессией получают 15-30 долларов в час. Как стать фрилансером и зарабатывать через интернет? И что в итоге будет? Вы получите возможность трудиться в любой части мира. Вам окажется нужен лишь доступ в интернет. У вас исчезнет командир, никто не станет вами руководить. Вы привыкнете работать дома и за границей в удобной для вас обстановке. Вы получите реальную свободу действий. Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Самые лучшие площадки для удаленной работы это крупные биржи, которые обеспечивают безопасность дела и внимательно следят за соблюдением правил работы. И первая биржа это Кворк, популярная биржа для заработка в интернете. Чаще всего сюда приходят начинающие авторы, чтобы получить необходимый опыт и найти постоянных заказчиков. В финансовом плане она кажется самой привлекательной и существующей. Цены на услуги стартуют от 500 рублей, в то время как на том же text.ru можно долго и нудно писать текст на 10 тысяч символов за 200 рублей. Ваш заработок зависит от того, сколько заказов вы сможете делать и от ваших расценок. Допустим, вы копирайтер, который специализируется на одной тематике, например, автоматов. За 500 рублей пишете 3000 знаков текста. Для специализированных текстов это не самая высокая цена. Если вы посмотрите примеры Кворка фрилансеров на бирже, то увидите, что это реальные расценки. Топовые исполнители зарабатывают на Кворке около 200 тысяч рублей в месяц. Топ-5 специализаций, в которых фрилансеры заработали больше всего, это ссылки, социальные сети, доработка и настройка сайта, сайт под ключ и логотипы. Переходим к самому интересному, как работать на Кворк новичку. Сервис предлагает два варианта – на бирже проектов, либо в магазине фриланс-усок. В рамках первого вы выбираете интересные задачи от заказчиков и предлагаете им свою помощь. То есть находите подходящее задание, такое, с которым вы точно справитесь и которое устраивает вас по цене. Отправляете отклик, ответственно подходите к его составлению, постарайтесь попасть во все боли и потребности заказчика. Получите заказ в работу и приступайте к его выполнению. Сдайте работу в срок. Как только заказчик проверит задание, оплата автоматически поступит на ваш счет. А с магазином фриланс-услуг дела обстоят следующим образом. Создайте объявление, в нем вы описываете, что конкретно входит в ваши услуги, сколько это стоит и в течение какого срока будет готово. При наличии обязательно приложите примеры, получите заказ, покупатель увидит ваше предложение, проанализирует, насколько оно ему подходит и направит соответствующий запрос. Вам останется только выполнить задание и отправить результат в срок. На чем можно зарабатывать? На кворке можно зарабатывать, даже если вы не владеете этой профессией и являетесь новичком фриланса. Например, в магазине услуг продаются консультации по стилю, программы для тренировок, услуги по прокачиванию аккаунтов в играх, хотя, конечно, основной спрос идет на традиционные для фриланса услуги. Основные направления это дизайн, тексты и переводы, маркетинг и реклама, разработка ИД, SEO и трафик, аудио и видео, бизнес, обучение, консалтинг, юридические услуги и другие, стиль жизни, организация путешествий, прокачивание игр, составление, поздравления, ну и так далее. Наиболее популярны следующие услуги – получение ссылок на сайт, разработка логотипов, привлечение трафика на сайт, написание текстов, контент для соцсети. Так как заработать на kwork.ru могут специалисты в разных областях, в том числе и новички, эта биржа фриланса популярна и востребована. Как заработать на kwork новичку? Учитывая то, что сервис kwork работает уже давно, исполнителей здесь много, поэтому конкуренция высокая во всех сферах. Не стоит ждать, что вы сразу будете получать заказы, с вероятностью 99% вы их не получите вообще, так как никто не станет отдавать заказ исполнителю с нулевым рейтингом. Поэтому я рекомендую несколько лайфхаков. Первое – посмотрите, какой объем услуг выполняется в вашей категории в рамках одного kwork и повысьте его у себя на 10-20%. Не ориентируйтесь на топ-исполнителей, смотрите средних исполнителей. К примеру, если в среднем в рамках kwork пишут 7000 символов текста, предложите написать 9000 символов. Это привлечет заказчиков с простыми заказами и небольшими бюджетами. А когда заработаете рейтинг, всегда сможете уменьшить объем услуг. Еще рейтинг насчитывается от общего количества заказов. Можно завести второй аккаунт, а лучше 3-4 сразу аккаунта и оформлять для самого себя заказа. Будут потери за счет комиссии сервиса и платежных систем, но 10-15 выполненных заказов прилично поднимут ваш рейтинг. Новичку очень важно не допускать просрочки дедлайна. Пойдите зарабатывать, работайте и ночью. Нет интернета – идите в Макдональдс или в кафе, где он есть. Пара сорванных заказов на заре карьеры и с аккаунтом можете прощаться. Берите любые заказы, даже если вам не нравится тема или она сложная для вас. Ничего страшного. Когда у вас будет висеть 10-15 заказов, тогда будете выбирать, а в первое время каждый заказ – это плюс один постоянный потенциальный заказчик. Даже если заказчик просит доработку по своей вине, не указал в техническом задании, сделал ошибку и так далее, идите ему навстречу. Конечно, когда от вас хотят полностью переделать вашу работу, тут соглашаться глупо. Арбитраж вам в помощь, но если доработки незначительные, обязательно их несите. Одним словом, правило – сначала вы работаете на рейтинг, потому рейтинг работает на вас, здесь верно на 1000%. Только когда вы поднимете свои позиции, когда у вас будет наработанный пакет клиентов, тогда уже отказывайтесь от неинтересных и некомфортных заказов. Действительно, трудолюбивый человек легко сможет зарабатывать 10-15 тысяч рублей в первое время и намного больше потом. Главное – выберите для себя нишу для собственной работы, запаситесь терпением и начинайте поиск заданий. А как выбрать нишу, расскажу в следующих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новую информацию. Вторая биржа – Эпор. Международная фриланс-биржа, на которой клиенты и фрилансеры со всего мира находят друг друга. На площадке клиент размещает описание работы, которую ему нужно выполнить, после чего фрилансеры откликаются на вакансию и клиент выбирает понравившегося исполнителя. Оплата происходит двумя способами. Поэтапно фиксированы оплаты или почасовой за каждую неделю. Для обоих случаев оплата Эпор предоставляет услуги по защите от мошенничества. За свою работу площадка берет комиссию от общей уплаченной суммы между клиентом и фрилансером. В среднем это 10-15%. Изначальная комиссия 20% у фрилансера и 2,75% у клиента, то есть составляет 22,75%. Но чем больше бюджет проекта, тем комиссия меньше. На Эпор необычная система репутации. В отличие от других биржей, здесь есть специальный параметр «Job Secure Scoring», на который влияет не только отзывы клиентов, но и другие критерии бешности фрилансера на площадке. Например, длительность и постоянность работы с одним и тем же клиентом, долгосрочное отношение. Основное преимущество Эпор перед другими биржами – это большее количество опубликуемых работ от клиентов. Вы не найдете другую биржу с таким подолгом потенциальных заказов. Но, что более важно, здесь могут найти проект как новички, так и профессионалы своего дела. Даже узкопрофильные специалисты, которым обычно сложно устроиться на удаленную работу, смогут здесь найти что-то интересное. Сколько можно заработать на Эпор? Большинство новичков первые несколько месяцев зарабатывают 100-300 долларов в месяц, так как нужно освоиться интерфейсом биржи и научиться продавать свои навыки. Но со временем среднемесячный заработок составляет 1000-2000 долларов для IT-специалистов. Минимальная почасовая ставка на Эпор составляет 3 доллара в час, но в реальности можно работать и за меньшую ставку. Например, если вы возьмете проект с фиксированной оплатой на 100 долларов и потратите на него 100 часов, в среднем на проектах без особых навыков платят 5-10 долларов в час. Но тут не все однозначно, так как если вы посмотрите на фрилансеров из Азии в этой категории, то у них средняя ставка 3-5 долларов в час. На мой взгляд, это не показатель. Клиенты готовы платить больше, главное найти правильных заказчиков и хорошо себя подать. Специалисты практически всех профессий в среднем получают 10-15 долларов в час. Это почасовая ставка для тех, кто не уверен в своих силах. В основном из-за того, что многие отечественные специалисты считают 15 долларов в час высокой оплатой труда. Уверенные в себе фрилансеры с профессией получают 15-30 долларов в час. Дело в том, что шансы найти работу за 15 долларов в час и за 30 долларов в час примерно одинаковы. Здесь важно поверить в свои силы и наиболее выгодным образом представить себя клиенту. За временем у большинства фрилансеров на Эпворк происходит увеличение своей почасовой ставки в 2-3 раза. Их коллеги с Эпворк умеют меньше, а получают больше. Поэтому идет такая переоценка. Я хочу помочь фрилансерам сразу правильно оценить свою стоимость, а не приходить к этому постепенно. Работая за 5-10 долларов в час, не всегда с адекватными клиентами. Я считаю, что чем выше стоимость оплаты труда, тем больше шансов на то, что клиент окажется неконфликтным и адекватно реагирующим на проблемные ситуации. Есть небольшой перекос в почасовой оплате между профессиями. Например, в среднем программиста получают больше фотографов, но это правда лишь для нижней границы оплаты. Хороший фотограф и хороший программист будут зарабатывать примерно одинаково. Почасовые ставки 50 долларов и выше встречаются на Эпворк, но очень редко. В большинстве случаев такая оплата труда у очень узкоспециализированных работников и юристов, работающих на рынок США. Сколько часов в неделю нужно работать? Обычная рабочая неделя, у вас работника 40 часов в неделю. Значит, примерно 170 часов в месяц. Сразу хочу предупредить, что отработать 170 часов в месяц на Эпворк очень трудно и маловероятно, что у вас получится это сделать. Очень много времени уходит на поиск заказов, особенно в первое время, пока еще нет базы постоянно клиента. Да и отработать 8 часов в день на почасовом проекте очень сложно, из-за того, что время отслеживает специальная программа, которую обычно приходится отключать, даже если вы ненадолго отлучились от компьютера. В среднем стоит рассчитывать на 6 оплаченных часов в день, если вы выделите на работу 8 часов времени. А какие еще есть лучшие американские сайты для заработка, я вам рассказывала и показывала. Если интересно, посмотрите, ссылку оставлю в описании. Третья биржа – фриланс-хан. Биржа фриланса от украинских разработчиков. Последнее время завоевывает популярность и занимает первые места в рейтингах. На фриланс-ханте почти не встретишь неадекватного. Все заказчики и исполнители вежливы и внимательны к мелочам. Сама собой это приводит к повышению общего уровня сайта. Людям комфортно работать с этой биржей, поэтому она часто рекомендуется в блогах и порталах. Здесь себя будут хорошо чувствовать как новички, так и более опытные исполнители. Здесь полно заказов самых разных направленностей, начиная от копирайтинга и заканчивая программированием декстопных приложений. Заказчикам тоже понравится общий уровень фрилансеров и приемлемые цены на заказы. Посредникам и мошенникам придется обломаться. За подобные проделки на бирже легко получать бан, что в конечном итоге улучшает ее качество. Давайте рассмотрим этот сервис более подробно. Начнем мы со специалистов, которые могут найти заказы на фриланс-хан. На бирже есть заказы для программистов, копирайтеров, маркетологов, сил-специалистов, дизайнеров, контент-менеджеров, веб-мастеров, аудио-видео-монтажеров, специалистов по рекламным сетям, переводчиков и так далее. На самом деле специальностей здесь очень много. Каждый сможет найти что-то для себя. Также здесь есть функциональ для указания специальности. На бесплатном аккаунте можно указать две основных, на расширенном четыре. Цены здесь выше средних, но встречается и демпинг. Для кого-то это даже хорошо, ведь многие фрилансеры ради рейтинга начинают соглашаться на задания по смешным ценам. Большая часть задания все же идет по адекватному ценнику, поэтому на этой бирже очень много исполнителей из разных стран, в основном из СНГ. Самое главное во фрилансе это, пожалуй, опыт, поэтому если вы станете хорошим специалистом, то найдете работу на любой бирже. Какие биржи нравятся вам, поделитесь в комментариях. У меня на сегодня все. Скоро увидимся. Пока-пока.